АПЛОДИСМЕНТЫ Это вот еще одна башня. Музей. Башня Согласия. А это маленькая башня. Малая маленькая такая. Здесь показана воевая башня. Полубоевая башня с деревянной крышей. Ох, желая башня. Вот желая башня, очаг, посуда. Трехногие столик, трехногие табуреты и кресла. Кресло с невысокой спинкой. Потому что спину надо держать прямо из кресла. Ну, конечно же, ковры. Шкуры. Как будто потрескивает очаг, что-то там варится. Вот с другой стороны жилой башни. Внизу находятся овцы. Одни в тепло. А это на сверху находится комната мать. Трехлая. Трехлая. Внимаюсь по ступенькам. И вот здесь Ленка, в которой ребенок крепился лентами. И вот здесь Мать сидит в окно, чтобы мужчины были в выпаднике и бежать спасаться от свободы, спасать свою семью от свободы. Говорят такие легенды, что как-то хотели ребенка выкинуть, наследника выкинули в пропасть, но ребенок удержался в ленте с помощью ленты и остался жив. Вверху над башней звездное небо. Вот тоже балкончик боевой башни, откуда нужно отстреливаться. На первом этаже балкончиков не было. Вот через второй этаж ставили лестницу и туда пролезали люди. Вроде бы скот тоже туда загоняли через эту дырку. На самом деле, видимо, она была больше. Боевая башня. Тут сидит старик. Вот это вот палки, которые выкинули. И моя? Ну да. И вот здесь показана комната гостей. Лучшая комната для гостей. Вот там на красивом стуле стоит гость. А вот здесь, ближе к дверям, хозяин, чтобы он мог защитить. Если приходил гость в дом в течение трех дней, его даже не спрашивали, зачем он пришел. И вот такие музыкальные струны еще есть. Это вот боевая башня показана. Да, здесь могли спасаться люди. Здесь держали пленников. Сюда же загоняли скот. Вот там в углу щит и меч стоит. Ковры. Коврик на стены. Коврик на пол. Поменьше коврик молельный. Показана кузница. Это кузнец. Его место отдыха, на которое никто не имел права садиться. И его место работает. Если кто-то займет эти места, он не права даже убить этого человека. Кузнец. Кузнец. Так вот кувшины сушились. Если кому-то нужен кувшин, то его можно было взять, использовать, помыть и обратно повесить. Дезинфицироваться на солнышке. Вот здесь показаны два кувшина для воды. Высокий показывал, что девушка не замужняя, к ней можно посвататься. И парень мог подойти и попросить у него воды, как начало святовства. И вот короткий кувшин. Значит, девушка либо просватана, либо она уже замужем. Спасибо. 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 Спасибо.